приветствую на канале а смотри play мы играем сибирь часть 1 итак давайте посмотрим мы зашли в башню вас где-то робот должен быть яйца легко приготовляется вот она зеленая угадали теперь факатой зеленая красная давай давай что происходит это лиловая смотрите каждый раз звуки разные по-моему если я не ошибаюсь а вот какие-то дуга вам вы смотрите полноте оставлять сразу ключ а у меня ключ есть эти перфа-карты мне больше не нужны все ключ вот мы брали уже ключ знаем где он и так у нас получается что это могила ганса ганса там нет сейчас мы это узнаем поехали перфа карты не нужны вот куда тропинка вот это ведет что там еще я не знаю я там сколько не ходил просто так сказать ну просто местность может там потом что-то появится давай это у меня есть это пожалуйста прикольно сомневаюсь что у нас много вариантов конечно куда 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 так пока еще что-то ничего не вижу могила 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 это кто вытаскивать смотрим ну больше никого нету ладно давай расхитительницы гробниц как мы видим как мы что-то взяли куда для музыкальной шкатулки так трагедия в горах оборвала жизнь он много значившая для нашего города семья фральбергов потрясена вчерашней трагедии рудольф фальберг обнаружил что под обрыв под обрывом безжизненное тело своего сына ганса по видимому причины падения стали скользкие тропа и плохая видимость вызванная утренним туманом это продолжение семьи предположение семьи погибшего поскольку свидетелей трагедии нет гансу недавно исполнился 18 лет 8 лет тому назад он пережил аналогичный несчастный случай после которого так и не смог до конца восстановить свои умственные способности хотя ганс вел уединенную жизнь он был хорошо известен в нашем городе как будущий владелец производства фральбергов коллектив владелинских ведомстей выражает искренне соболезнования семье погибшего рудольфу фору фральбергу и его дочери они отныне ставшие единственным наследником фабрики автоматов звуковой валик из валентины потом где-то надо будет вставить его так больше здесь я как понимаю ничего нету так да больше здесь ничего нету и мы теперь идем а куда нам идти так а идем мы познаем одну хрень куда и пойдем так это надо налог на вокзал нам надо сейчас обратно в поместье куда этот валик пригодится нервный поезде скорее всего играет шарманка шевели бутонами нам что же сейчас придется очень далеко бежать давай вот так вот так вот так уточкой были там все колокола сет на город перебудил весь переливами да перезвонами как линии в ручья водку с парусами ветром полными так это песня вообще не отсюда вот сюда бежит обратно в поместье и и что мы там видим какая-то одна вот из этих тропинок мне нужно так этот куда-то на вокзал ведет а вот это я штуку да знаю это надо отправить это к этом мега батарейка что ли или что это давай 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 вот она сейчас он ее туда утащит куда-то все сейчас будем вспоминать как я понимаю нам здесь больше делать тоже нечего то в этой части все что надо мы сделали мы притащили куда мега охренительную батарейку это аккумулятор еще конечно такая же есть в пути пока имею ничего не находил чтобы здесь могло быть так рычаг один помост вам не нужен вот этот вот это я давай сваливай так теперь нам надо отправиться вот налево потому что батарею мы туда утащили что там где мы вот сюда надо куда налево все правило идем идем где-то вот заходим можем зайти зашли так точно здесь же а ну-ка вот сюда можно затеял действует небо это куда забы забрался так это вниз спуститься я куда-то еще могу забраться что-то это я не понимаю здесь что-то а вот отдали поднимись там чё-то такое написано так наверх не надо нет наверх не надо смотрим контейнеры тумблеры рычажки причем не надо сделать давай-ка по порядку один два три не похоже что эта штука работает так ладно не похоже что эта штука не по что-то включил не похоже не по не похоже что так ладно подожди хрен там да так ладно так маму точно здесь не нужен а вот так подожди давай хрен там так ладно смотрим так запоминаем мало ли это вам пригодится так вот это крайне что-то у нас троечка тут у нас горит все нормально так не похоже дине работают ни хрена ладно давай спускаемся где-то а вот спускаемся что-то я мне кажется просто не сделал что-то где-то надо включить эту батарею наверно так что у нас здесь ничего нету это пробегаем ой а вот вот что надо блин сейчас минутку батарея то я в европе так опять это бред родственный по личной жизни так мне нужна вот эта тележка так смотрите сам все сам сделал оба интересно да прикольно так якобы человечек какой разгрузил вот он подключил подключил эту батарею что за механизм чем будет у нас здесь все да вроде даже и цветов то не выделено ничего вот так давай иди наверх так будем пробовать да сюда иди так шевелись блин шевелись не похоже не похоже не похоже не похоже если эта штука вообще работает в ней явно чего-то не хватает так надо какой-то лист если не по что за лист где нам его взять так ладно давай 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 спускайся какой-то надо какой-то не за типа перфокарты что-то взять давай это где-то что-то должно быть на фабрике или я где-то что-то из могилы не взял если я из могилы не взял это пипец так куда я могу пройти вот эти штуки не работают давай 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 так где-то что-то видите что что вы должны сделать это будет что-то должны были дать не понимаю я сюда тут у нас нету ничего у нас вот здесь еще есть там что так им что-то надо дать чтоб они что-то делали правильно 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 ой ой рука что за дверью так рука назад я видел рычаги нет давай давай все таки сюда все таки сюда кто у нас здесь запускаем механизм так что-то мы запускаем так где-то где-то даже не знаю правильное дело нет второй раз это дел не знаю не знаю что здесь я сделал здесь я сделал блин даже не знаю что вам еще надо ну ладно какой-то механизм запустили сейчас посмотрим так куда здесь или сюда вот сюда давай посмотрим может я что упустил так так нет нет блин а что здесь делать-то здесь что-то должно выйти потом чтобы я это взял давай смотрим тогда здесь что у нас есть так ну там нет ничего на меня если идти нету ладно ну здесь мы вроде все сделали здесь там больше делать нечего в этом краю хотя я думаю я что-то упускаю ну-ка вот это все за дверь я там был я там не был что за ней а кстати это помощник посмотрите это же блин в газету так а как на тебя снять а вот ну-ка давай крути ребятку и т.к. поздравляю пилот это не нужно попадать не ничего а вот какой-нибудь инструмент штука так запчасти рук но не осмотреть это пленник Когда он ткнили что-либо ноги, мне нужны... Так, подожди. Ага, я просто обратно ушел. Все понял, я думаю, молоток могу взять. Давайте поговорим с ним. О, благодарю. Я ощущаю некоторый дискомфорт от необходимости разговаривать с вами в таком виде. Я несколько не завершен. Видите ли, ни у кого не нашлось времени, чтобы закончить работу. Да, сегодня искусство качественной сборки утрачено навсегда. Да, пожалуй. С кем я имею честь беседовать? Со мной, естественно. Не могли бы вы громко и отчетливо произнести свое имя? Меня зовут Кейт. Кейт Олкер. Позвольте представиться. Я модель ХЗ-2000. В обиходе Оскар. Я вершина технической мысли среди изделий данной фабрики. Мое предназначение – вождение поезда. Это несколько грязная, но крайне важная работа. Так, задача. Ты не знаешь, где может находиться документация фабрики? Не могу дать точного ответа. Поищите в кабинете Анны Форальбер над машинным залом. То есть там где-то еще кабинеты пропустил? Когда ты, наконец, на ногах, ты сможешь мне помочь узнать что-нибудь о Гансе Форальберг? На ногах. Боюсь, что нет. Кейт Уолкер. Долг зовет меня. Я должен теперь занять свой пост машиниста. Поезд ждет, чтобы им управляли. Смотрите, ног нету, но ты на ногах. Рук нету, но ты управляешь. Ну, господи. Так, ладно. Скажи, а имя Ганс Форальберг тебе что-нибудь говорит? Конечно, он меня сконструировал. К сожалению, я пока не имел чести познакомиться со своим создателем. Успеешь. Не знаешь, где он может быть? Нет, Кейт Уолкер. Но я уверен, что увидев его, испытаю интенсивное удовольствие метафизического характера. Ох ты, слова-то какие, знаешь. Ну-ка, давай поезд. Ты сказал, что ты машинист. А какой поезд ты водишь? Как, Кейт Уолкер? Разве вы не видели великолепный поезд, который стоит на станции? Ну, я-то видел, когда я этого играл. А куда идет этот поезд, мистер Оскар? Далеко. Очень-очень далеко. А ты берешь пассажиров? Мой долг управлять поездом. И прежде всего, избегать задержек. Пунктуальность для машиниста – дело чести. Впрочем, я согласен с вами, Кейт Уолкер. Поезд без пассажиров – это не поезд. Ты не ответил на мой вопрос. Если вам нужны более подробные сведения, обратитесь к Анне Форальберг. Она умерла. Ты очень странный робот. Автомат с вашего... Прости, я не хотела... Знаете ли у всех автоматов... Кажется, я... А давно ты в последний раз видел Анну Форальберг? 72 часа 32 минуты и 20 секунд назад, если быть точным. Ее отсутствие является причиной досадной задержки в моей сборке. Анна Форальберг мертва, мистер Оскар. Что вы понимаете под термином «мертва», Кейт Уолкер? Сломано, деактивировано, износился механизм, отключен источник питания. О, это весьма прискорбно. Я рассчитывал, что моя сборка будет завершена. Будет. Могу я чем-нибудь тебе помочь? Несомненно. Мне абсолютно необходимы ноги. Мои руки модели XZ2003. Ноги модели XZ2005B. Прошу быть внимательнее. Модель XZ2005A обладает рядом прискорбных недостатков конструкции. Баги? У автоматов нет багов, Кейт Уолкер. Только функциональные идиосинкразии. Прошу прощения, я не знала. А что нужно делать, чтобы ты получил пару ног? Необходимо собрать их на конвейере. Вам понадобится перфокарта с данными об устройстве моего механизма. Вот она. Хорошо, попробую ей воспользоваться. Благодарю вас, Кейт Уолкер. Не хватало там этой карточки, такой перфокарты, которую мы в Рома тасували. Разъем, потому что был. Ну, кто не понимает, щель для этой карты. Так, получили. Оскар, я была очень рада тебя увидеть. Думаю, мы еще встретимся. Конечно. Бесспорно, Кейт Уолкер. Так, выходим. Да, давай. Вот кабинет, как я понимаю, как-то попасть. Он сказал, что там над машинным залом. Не даду машинным, а машинным. Давай. Заходим. Так. Ну, Локу кабинет, блин. Так. Идем, идем. Что мы видим? Шкаф. Ага. Ну, портрет там ничего. Давайте со шкафа начнем. Часы. Так, это что? Что это? Кстати, вот эти игрушки я где-то видел. Реально такая штука, в которой книги держат. Да, книжница такая интересная. Действительно есть. Это, мне кажется, ее по игре сделали. Так, а какую так? Звуковой валик из варестины, так. Ну и что ты мне покажешь? Где ты прячешься? Вылезай, нам пора домой. Мы уже опаздываем. Анна, я тут. Что значит я тут? Ганс, ну пожалуйста. Пошли. Это тайна. Ты должна поклясться. Ладно, ладно. Я Анна Паральберг клянусь своему брату Гансу. Никогда ни словечка не говорить об этом деле. Смотри, Анна. Вон она, видишь? Вот как это все было. Ничего, я взял фонарь с фабрики. Слушай, вы, девчонки, такие дуры иногда бываете. Ты меня извини, конечно. Посмотрим, какой ты у нас умный будешь, когда отец увидит, что ты стащил фонарь. Фу, из-за тебя я вся в грязи теперь. Смотри. 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 Я такие рисунки видела. В книге, в библиотеке. Анна, ты поклялась. Все только между нами. Конечно. Смотри, там наверху еще что-то. Слушай, пошли домой, да? Вот сейчас попали брякнуться. Похоже, это игрушка. Сейчас я ее достану. Посвяти мне. Ганс, там же высоко, не надо. Гансу осторожно, слышишь? Ганс, нет! И вот так вот он стал дурачком. Брат провел в коме между жизнью и смертью несколько месяцев. Потом и начнулся. Но я знала, что он уже никогда не будет прежним. Мы никогда больше не ходили в пещеру. И до сего дня я никому об этом не рассказывала. Вот такие пироги. Так, мы что-то забрали. Это в поезде, по-моему, надо такую хрень поставить. Там пьедестал вроде был для нее. Так, пойдем к столу. Так. Что у нас здесь? Бумаги. Так, я знаю, как ты не любишь письма, но у меня нет времени. Это Ганс, это, кстати, это мастерить для тебя звуковой валик. Так, я надеюсь, кто-нибудь из тех, кто сейчас рядом с тобой, будет настолько любезен, что прочтет тебе эти сроки. Я получил от тебя последний набор чертежей. Твой проект великолепен. Возможно, он лучше из созданных тобой. Похоже, время не властно над твоим талантом. Я горжусь тобой, мой милый братик. Иногда мне трудно поверить, что с тех пор, как мы встретились в последний раз, прошла целая вечность. Все еще кажется, что ты покинул Властелину только вчера. Мы немедленно внесли изменения в производство в соответствии с присланными тобой инструкциями. Локомотив был закончен меньше, чем за неделю. Если бы ты только мог его видеть. И ты его обязательно увидишь, что я тебе обещала. Он просто великолепен и выглядит так, словно ему не терпится отправиться в свое первое путешествие. Только Оскар все еще не готов. Но, надеюсь, я скоро его доделаю. Ты можешь представить себе, насколько сложен его механизм. На него уходит уйма времени и ручного труда. Поправь меня, если я не права. Ты хочешь, чтобы я привезла тебе ту проклятую достерическую игрушку? Одно только воспоминание о которой интересно. В пещере ли она до сих пор? И если да, то в какое у нас состояние? Впрочем, что такое 60 лет для вещи, которые несколько тысяч лет? Обещаю, я обязательно найду ее. Сейчас я слегка приболела, подхватил отвратительный грипп. Надеюсь, через несколько дней буду чувствовать себя лучше. Идея продажи фабрики постепенно обретает форму. Скоро должен прибыть юрист из Нью-Йорка. И мы сможем подписать необходимые документы в этом случае. Так, ну это вот отними не ожарит. Так, что у нас здесь? Стоять. Госпожа Форбель. Касательно погашения задолженности. Ага, тут задолженность у нее. Июля 2001 года. Вот игра, видимо, это 2002 года была выпущена. Так. Вами будет получен ряд предупреждений из моего офиса, касающихся пени за неплату так счетов, выставанных вами компанией «Лайкомп». Общая сумма задолженности численности за вами в настоящий момент составляет ну до хрена. В случае отсутствия выложенного так решения, стороны будут вылечить начать дело принудительное о плате имеющейся вместо задолженности. Судебный пристав. Так. Не гордитесь успехом, который сопутствовал так. Так, фунтов по счетам. Так. Мы не с вами. Так. Главный бухгалтер. Так. Крайне болезненно для меня, учитывая добрые отношения сражившиеся между нашим банком и вашей фабрикой. Ага. Короче, за долги. Господи, счета, счета, опять счета. Не думала, что у фабрики настолько плохи дела. Похоже, для Анны последние два года были не самыми удачными. Да. Так. Это я их читал. Это я их читал. Это я читал, читал. Так. Чертеж поезда. Так. Паровой. Так. Куда движется? Туда же и выплескивает пар почему-то. Ладно. Ну-ка, 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 ну-ка. Так. А, вот, все. Ну, я так думаю, что мне здесь делать-то и нечем. Так, давайте посмотрим сейчас. Если тут в шкафах больше ничего такого нету, за портретом это было бы слишком очевидно. Ладно. Выйдем. Так. Куда нам? Будем ноги делать. Давай беги-беги-беги-беги. Блин, а этот кабинет пропустил даже. Смотрите-ка. Так, ноги и руки надо делать его. Перфокарту. Без тебя тут ничего не работает. Правда, я не знаю, что он еще делает. Правильно, так-то сделает, а так-то какую-то стручку сделает. Только вот так. Так, что, ноги сделали, а руки, что? Блин, что-то я не понимаю, что, а руки тогда буду делать. Давай, спускайся. Вот так, вот так, вот сюда, давай. В низ кабинет. Где-то, где-то, где-то ноги, ну, вот они. Так, ноги. Ага, я не могу их смотреть. Пошли, несем Оскару. Оскар будет рад. Давай, 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 давай. Давай сюда. Блин, вот так-то вот хреново, да? Что курсор практически не видно. Во все эти двигатели. Говорю, играйте, если будете на старом кинескопе играть, то у вас будет твой весь экран, то нормально будет. У меня вот, на, маленький кружочек. Отстает. Давай, на. Вот твои ноги, Оскар. Надеюсь, я ничего не перепутал. Это неправильные ноги. Твою ж мать. Так. А какие они должны быть-то? Коричневые? Или какие? Блин. Ни хрена себе. Ну, ноги, ноги, чё? Еди, у некоторых и таких нету, блин. Ты чё, жалко, он, стальной, он химик. Тоже мне, блин. Вашосы. И давай беги. Это слишком шикарно, чтоб ты ходила. А так фигуру будешь поддерживать. Неправильные ноги. Так. Так. Вот этот. Вот этот. Я думаю, вот этот, наверное, надо. Такой серенький возьмём. Или это он и был. Чем они отличаются, блин, я не знаю, конечно. Так бы вот мне, чтобы сделать, чтобы сразу наделал все ноги там. Так я как понял, вот эта штука, это цвет или материал какой-то выбирает или там за качество ботинок, цветовая гамма. Потому что все остальное, сомневаюсь, что там, конечно, оно сильно роль играет. Во всех этих переключателях. Или должна играть. Я где-то должен это знать. Так, ладно. Методом проб и ошибок. Вот как я могу узнать? Какие ноги правильные, какие неправильные, блин. Хоть бы схему где-нибудь показали. Может они, кстати, первоначальные были настроены правильно, хотя нет. Такой настроен, там лампочка не горела, я выключатель воткнул. Так. Держи ноги свои. Дойдешь сам, сделаешь как тебе надо. Вот твои ноги, Оскар. Это неправильно. Так, ладно. Ну, что ж, не буду вас мучить. Я сейчас поставлю на паузу, буду тыкаться, искать правильные ноги. Так. Ну что ж, жму на паузу пока. Значит, будем пробовать уже другие варианты. Цвет оставим. Будем... Вот такой мы вариант вот и поставим. Так, мы в прошлый раз вставляли вот эту. Так, вот эту оставляли. Так. А, вот эту оставляли мы. Так, цвет. Оставляем вот этот. Хрень, я его знаю, блин. Ну, как-то... Ладно, да хрен. Смотрю. Ни хрена себе столько попуток уже. Надо зарисовку, блин, эту, блин, и перерисовать еще разок. Так. Потом мы будем, значит... Вот эту оставим. Вот эту поднимем. Так, цвет пока этот оставляем. Ну давай. Вот так, блин, заждались подписчики зафига. Сколько может? Час! Час только на тебя потратил где-то. С нервами с этими. С чайпитием, да. Давай. Будет тратно шоу, скажешь, сейчас. И так, попытка. 100 тысяч 500, нахрен. Сколько можно? Хоть бы какую-то марку, что ли, оставляли. Подсказку, где можно, блин, добыть. Помощь. Нет. Рекламная брошюра. Факс. Нет. Рекламная брошюра. Ни хрена, короче. Стоп. Нет. Ой. Когда же ты, блин, доволен, это будешь. Привереда. Ну, это почувствуется, что где-то, где-то должна быть какая-то подсказка. Не должен я бегать, нахрен, столько времени тратить. Ну. Вот твои ноги, Оскар. Надеюсь, я не... Это неправильные ноги, Кейт Уолкер. Давай, какие тебе еще ноги надо? Блин. Вот твои ноги. Это неправиль... О, смотрите, тут уже совершенно другое что-то. А, я понял. Так, я что-то понял, как эта штука работает вообще. Смотрите, как у меня ноги делают. Это почему-то не реально. Или я что-то не подгоняю. Ладно. Может, я просто не так все понял? Эта консоль мне пока не... Просто помните, вот здесь вот переключатель один был. Который красным горел. Все остальные, они не горели. Помните? Вот все пусть они будут выключены. И один только включен. Красным. Это значит, та лента будет работать. Все. Все легко и просто, как рулон бек роста. Так. Давай. Иди. Вот, вот и все. Надо просто головой было немножко подумать. Они же конвейеры. Так, посмотрите, как стоят. Если вам сейчас видно будет, кто на заводе работал, тот знает. Так и они стоят. Вот смотрите, первый переключатель, второй, третий переключатель. Вот они, в шесть переключателей работал только вот этот переключатель. Вот только этот конвейер и работал. Так что, надо было только его и включать. Так, единственное, что вот этот цвет, как я понимаю, это, наверное, материал. Либо материал, либо, не знаю, цвет ног. Хотя цвет ног, мне кажется, какая хрена разница какая-то, какой у тебя цвет ног будет. Ну, может, он привели до попался. Что не исключено, кстати. Давай, беги-беги. Заходим и отдаем ему ноги. Блин, сколько времени он тебе потратил? Давай, у меня, потому что картинка была другая, загрузка другая. Фильм показал. Вот твоя ночь. Кейт Уолкер, я вижу, вам удалось собрать две модели XZ2005B. А руки-то у тебя откуда появились? Не было же у тебя. Ну, вот так, пристегнул, все, пошел. Так, на фабрике, я как понимаю, мне больше делать-то нечего. Теоретически. Позвольте мне выразить вам искреннюю благодарность, Кейт Уолкер. Они правда тебе подходят? Весьма, вы очень добры, Кейт Уолкер. Мне жаль вас покидать. Что значит покидать? Мы только что говорили, что мы поедем вместе. Мне необходимо найти свой поезд. Скоро отправление. Так, мне тоже надо идти. Найти твой поезд. Скоро отправление. Почему я должен ждать, когда он уйдет, чтобы уйти самому? Так, он ушел. Пойдем следом. Так. Беги-беги. Недолго осталось. Все, выходим. Идем к поезду. Так. Блин. Какая морока, чтобы свалить из города. Это кошмар. Блин, за то, что мне надо найти этого ударенного на всю голову пацана. Так, вот он вокзал. Там же и поезд стоит. Давай. Ну, захотите, давай. Идем в поезд. Вот, кстати, вот это окошко с билетами. Я так и не понимаю, зачем оно стоит. Может, потом оно мне пригодится. Ну, по верху, кстати, можно пройтись вот. Так. Нет, мне сюда надо. И сюда, нет. Нет, и сюда. Так, я что-то не понимаю. Куда мне он? Ну-ка, давай-ка туда. А, вот сюда. Помню, же как-то его насквозь проходил. Можно посюда пройти его насквозь. Можно по верху пройти его там обойти. Так, вниз мы не идем. Вниз хода нет. Хода нет. Ну, поехали. Привет, Оскар. Моя программа не позволяет мне допускать фамильярность в общении Кейт Уолкер. Даже если вы являетесь моим первым и единственным пассажиром. Правильно. За меня, хозяин. За меня, твоим пассажиром? Да, вы, Кейт Уолкер. Разве не это послужило для вас поводом завершить мою сборку? Ну, если ты так говоришь. Он именно так и сказал. Так, задача. Я решила проехаться вместе с тобой, Оскар. Когда отправляемся? Ваш билет, пожалуйста. Билет? О чем ты? Блин, я что, билет еще? Правила ясно указана, Кейт Уолкер. У каждого пассажира должен быть билет. Ну, ладно. И где мне взять билет? А вот, кстати, вот сейчас я говорил только что. Продавать билеты имеет право только кассир. Вам повезло. Касса сейчас открыта. Вам следует направиться туда как можно быстрее. Ну, пойдем. Давай, давай, давай. Только подожди. Для начала я хочу эту статуэтку сразу поставить сюда. Вот сюда вот она. Вот здесь вот она должна стоять. Этот пьедестал я хорошо помню. Вот зачем я не помню. Если мне опять понадобится. Так. Ага. Опа. Не понял. Ну-ка, давай-ка тогда вот эту. Он поди сюда положит. Да? На другую сторону. А вот смотрите. Какая-то штука вот справа. Есть. Ну, откроешься, или что ты? Или метеоаломом как-нибудь открывать? Курсора нет. Видимо, что-то происходит. Что-то правильно делаю, видимо. Ну, как я так думаю. Давай, давай. Музыка прослушается. До конца. Поменять. Да? А, нет. Выложим. Так, взять я ее не могу. Так, я покуда зашел. Что за штука-то там была? Подожди. Я хочу узнать, что за штука она наводит сообщение. Что-то должно быть, да? Эти полочки, похоже, сделаны для чего-то ценного. Понятно. Впрочем, у меня пока ничего такого ценного нет. Давай. Вентилятор зато есть. Здесь. Нет, здесь мы не можем зайти. Давайте билет приобретать. Так. Подождите, он же самый билетер, ни хрена себе. Вот ты меня приколол, Оскар. Вот ты молодец. Это ты? Чем могу быть полезен, мадам? Оскар, это же я, Кейт Уолкер. Подтверждаю. Ваше имя действительно Кейт Уолкер. Так. Чем могу быть вам полезен, Кейт Уолкер? Билет на поезд, пожалуйста. А что, разве ты еще что-нибудь продаешь? Единственной функцией данной кассы является продажа билетов. Просьба ускорить ваши действия. Касса закрывается через три минуты. Чем могу быть вам полезен? Билет, пожалуйста. Один билет? Один. Да. Один билет. Каков ваш пункт назначения? Я... Я не знаю. Это ты сказал мне, что мне нужен билет. В таком случае вы получите билет в путешествие. Давай. Ни хрена себе билет какой-то. Вот ты брошюру мне дал. Билет на проезд, механические железные дороги, пункт отправления. Валадилена. Билет на одно лицо должен быть предъявлен по требованию любому полномочисту. Механических железных дорог. Мы разобрались. Все, наверное, да? А, вот, это реальная контора. Так. Натальюса. Документ. Так. Подтвержден доверенность на пользование всем или частью движимого или недвижимого мущества составляющего. Часть наследства. Наследство так. Описание предмета. Один механический локомотив в комплекте с вагонами, дополнительными аксессуарами и машинистом. Настоящий документ с печатью официального представительства. Властей дает право предъявления всего документа на использование высшего помянутого собственности. А где печать? Я не понял. Так. Ну-ка дает так. Вот так. Официально. Настоящий документ с печатью. Ага. А где печать? Прошу вас, не потеряйте билет. Касса не имеет права выдавать дубликаты. Данный совет относится также к сопроводительной документации. А это еще что такое? Доверенность на поезд. Билетер может потребовать ее у вас в любой момент. Но разве билетер это не... Прошу прощения. Касса закрывается. Так. Так. Касса закрыл, падла, кассу. Ладно. Сейчас мы с тобой разберемся. Что-то я не понимаю. Ты что-то мудришь. Где у меня билет? Так. Доверенность. Билет на поезд. Все. Вот, держи. Ну теперь-то мы можем ехать, наконец? В данный момент я не могу принять ваш билет, Кейт Уолкер. Пожалуйста, сохраните его. Почему ты не берешь билет? Я должен следовать инструкции, Кейт Уолкер. Были соблюдены не все условия для отправления. Я должен получить подтверждение вашего права на отбытие. Да, без проблем. Ох, любишь ты эти правила, Оскар. На. Подожди, стой. Вот тебе, пожалуйста, доверенность на поезд. Вот это доверенность. Поехали. Она не подписана, Кейт Уолкер. Твою мать-то. Оскар, это уже слегка. А то, что я спрашивал, где печать? Ты сам ее дал только что. Принадлежит ли поезд вам, Кейт Уолкер? Нет. Вот именно. Поезд не может отбыть из Володилены без согласия владельца. Не думаю, что мадам Фурайбек специально встанет из могилы, чтобы подписать эту бумагу. В таком случае будет достаточно печати ее официального представителя. Поспешите, Кейт Уолкер. Время отбытия приближается, и задержки крайне нежелательны. Хорошо. Все, давайте бежим к нотариусу. Будем сейчас заверять. Давай, 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 я тебе сказал, все передвижения бегом. Все ты как, Маша, спускаешься. Вперед. Бежим. Терябряешь это весь путь вдоль железной дороги. Будешь пешком идти, как Геннадь с Чебурашкой, когда я с поезда согнали. Давай. Давай, беги. Вам далеко бежать. Блин, как ты не запыхала? Смотрите, за такое короткое время-то, да? Дальше сейчас еще какой-нибудь МОМОПОДИ еще пристанет там со своими расспросами. Кстати, я даже вещи не забрал, заметили? Даже не знаю, понадобится они мне там или нет, нужны ли они мне вообще были первоначально. Тоже большое вопрос. Булочник от тебя толка нету, просто стоит единственный там. А, нет, еще дед. Дед, точно, я все думал, что дед что-то вроде должен был на лавочке ставить. Ну, может, я ее ставил. Но мне сейчас нет до этого. А, вот, кстати, газета на лавочке лежит с левой стороны. Блин, там тоже почитать ее можно. Ну, не более. Так. Я, как понимаю, нотариуса уже нет. Господи, я забыла. Нотариуса... Вот теперь мне поди, вот эти штуки-то и пригодятся. Так. И чм-бам! Все, что ли? Ну, все, печать есть, заверена. А, ну, все. До свидос. Сам все сделал. Еще, вы мне еще должны остались. Раз я здесь все сам делаю. Кстати, давайте газету возьмем. Вдруг кому интересно, он может ее почитать. Вот, читайте. Нажмите на паузу, прочитайте. Среда апреля 2002 года. Фантазийный мир. Знаете, на какой мир он похож? Он похож... Биошок. Вот. Чем-то похожие дома немножко по конструкции. Такие же. Как бы сказать, сказочно-загадочные. Наверное, так правильно будет сказать. Так, мне еще поезд заводить. Вот, что я вспомнил. Ну, что ж, как бы то ни было, я думаю, на сегодня все. Сейчас я добегу до поезда. Покажу ему доверенность. А хотя нет, да покажу я ему уже в следующий раз. Сейчас просто увидим поезд. Чтоб она умерла от зависти. Какой красивый. Давай, заходь. Чили-либо тоннами. Ну, что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. И увидимся уже в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok